Динамо СКА Динамо СКА Шипов в большинстве подкараулил шайбу и удвоил преимущество, а третий гол в контратаке забросил Владимир Брюквин. Получился быстрый выход из зоны. Мэтт Робинсон отдал Терешку. Алексей Терешенко. Он подставил Максу, мы убегали 2 в 2. И я защитника обошел, клюшку просунул. И Макс меня дал и подставил. Вторая половина матча в большей степени осталась за хоккеистами СКА. Динамовцы начали тратить много сил при выходе из своей зоны и удаляться. В итоге гости дождались двойного численного большинства и сравняли счет. Сыграли плохо второй период. Для меня непонятно. Я думаю, для всех игроков тренерского штаба не любое удаление. Потери своей шайбы в зоне своей. Игра была 2-0. Игра спокойная. Все тут. Такая смена ракурса сразу. И 3-3. И удаление. Опять на те же грабли наступаем. Третий период. Начинать при счете 3-3 непросто. Вроде многое получается, есть голы, есть моменты, но счет ничейный и следующая ошибка может стоить всего матча. Выход оставался только один. Терпеть и ждать. Терпеть и ждать пришлось долго. Отыграв третий период в режиме овертайма, команды были вынуждены воспользоваться дополнительным временем. И вот на этом игровом отрезке стоит остановить свое внимание подробнее. Только посмотрите, какие моменты возникали у ворот нашей команды. В этом отрезке матча и проявился характер Динамо. Не пропустили. А затем за пять с небольшим до перерыва удаляется Илья Ковальчук. Этого динамовцы и ждали. Первая попытка Осипова успеха не приносит, но подбор за Горовиковым. Далее через Кокарева снова на Осипова и на этот раз Александр отправляет шайбу у ворота Коскинина. 4-3 Динамо побеждает. Бросят. И был момент в овертайме не бросил. Мне Сергей Юрьевич сказал, что бросай. И игроки стоят под воротами. Первый раз я скинул Денису Кокареву. И второй раз смотрю, что игрок уже думал, что это буду скидывать. Он немножко остался. И появилось место для броска. И ребята хорошо закрыли. И попал. Очень важна поддержка наших болельщиков. И вот позавчера, когда они плакат этот перформанс вывесили, тоже просто сумасшедшие эмоции. Спасибо вам огромное. 1-1 после двух московских матчей. Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Следующая встреча уже 11 марта. Пожелаем нашей команде удачи и хорошего результата. Санкт-Петербург.